всем привет это 15 выпуск дайджеста сетка cup и наконец-то пришло время познакомиться с самым сильным игроком наших турниров им является дмитрий писарь из кривого рога который занимает третье место в украинском рейтинге у димы очень насыщенная спортивная карьера он играл за ведущие украинские клубы становился чемпионом страны ходил национальную сборную выступал он и за сильные клубы из германии турции и россии достигли всех своих поставленных целей в спорте дмитрий писарь чем живет он сейчас и как сложилась бы его жизнь если бы не настольный теннис обо всем этом наш герой расскажет прямо сейчас как ты начал заниматься настольным теннисом как ты пришел в этот вид спорта у нас в школе в кривом роге с родом из кривого рога было две секции секция легкой атлетики и секция настольного тенниса и был зимний набор зимой пришел тренер делать набор сказал сделал такую небольшую рекламу рассказал о настольном теннисе пришел возможно я уже не помню возьмите немножко приукрашу возможно там по набивал и как-то это завлек и весь класс мой класс очень вот поговорил дома с родителями родители как окей давай через месяц осталось человек пять через два месяца три и так 33 человека держалась около полугода года и потом через год я остался один из класса и все и дальше он не так затянуло в этот вид спорта я в нем остался пришли бы например в тот же день или другой любой день пришел тренер по легкой атлетике скорее всего бы я попал бы на легкую атлетику но не знаю как бы сложилась судьба бы это очень порядочный человек и в наше время таких друзей найти сложно всегда могу на него положиться много времени на сборах проводили вместе много играли в одних клубах игрок с очень неплохими подачами сказал даже хорошими подачами с хорошим чувством мяча тактически вещи очень грамотно всегда выполняет силу хорошо очень гибкий игрок таких немного мое мнение что один из игроков которые на которых приятно смотреть на которых смотрят равняются молодежь я могу сказать то что дима это именно тот человек который если что-то делать какое-то дело то он делает это с полной отдачей с первого класса до включительно до 9 я жил и тренировался в кривом уроке но пятом классе я уже как бы там имел какие-то результаты считался перспективным игроком и в пятом классе я заключил свой первый 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 контракт он даже был уже даже с финансовым вознаграждением это я подписал контракт с клубом тайфун из умани с иваном лично с иваном федоровичем чернобабом вот тренировался каждых две недели примерно с с 11 до 14 лет по моему если не ошибаюсь это был период такой я каждые две недели проводил там тренировался с яриком жмуденко иван федорович чернобаб приглашал других игроков плюс у них довольно такая крепкая бригада была местных своих спортсменов поэтому вот так вот до девятого класса я был тренировался либо в умани либо в креом роде дальше 10 класса я переехал жить в днепр в спортивный интернат это 10 11 класс закончил там это спортивное училище было 1 2 курс тоже закончил при этом спортивном училище это первый кухове 1 2 курс и с 15 до 25 лет я жил в днепроветровске за полгода я выполнил в 15 летнем возрасте мастера спорта начался стремительный рост потому что я приехал туда там был режим система реально я с детства любил рисовать любил рисовать не так как и импровизировать что-то с головы брать а срисовывать я на полгода и месяцев на пять увлекся этим рисованием утром тренировался а потом с обеда до вечера каждый день и выходные тоже с утра до вечера я рисовал и в итоге в итоге я сдаю экзамены рисунки сдаю на ура все круто я доволен своими результатами но там помимо рисунков было еще два экзамена которые к сожалению сдал а может в данный момент уже и к счастью сдал не не лучшим образом и поэтому на бюджет я не проходил прихожу после экзаменов смотреть в универ списке поступивших я ровно был первым кто не поступил на бюджет но следующий под линией и в этот момент я расстраиваюсь отхожу два метра и мне звонок от тренера говорит дима тебе есть предложение вместе с никитой с никитой рубаным играть в россии супер чемпионате потому что в тот момент только образовалась премьер-лига вот я с одной стороны расстроился с другой стороны обрадовался через два дня я поступаю по собеседованию на второй курс в институт физкультуры там и все и дальше моя карьера спортивная продолжается поступило предложение из сумского государственного университета говорит ты можешь выбрать специальность которая тебе понравится я проанализировал думал что может быть дополнить мое спортивное образование и там появилась такой факультет спортивной журналистики он по-другому назывался там медиакоммуникации вот я сказал то что надо но но сейчас мне до приносит пользу потому что я уже как три или четыре там года виду блог совместно с днисом кулачевским к нам подключился кирилл самокиш мы это делаем совместно и я с удовольствием пишу и не жалею об этом сезон 2008 2009 играл в россии за нижний новгород после я вернулся в украину играл за команду норд два года и после мне поступило предложение из германии играть во второй бундеслиги за команду июль их вот там я отыграл два года снова вернулся в украину играл за фортуну в которой я сейчас за которую я сейчас играю этот сезон до вернулся вернулся домой да и вот и после два года германии два года фортуны я три года принимал участие за команду стамбул соответственно в турции любому тренеру пожелал бы такого спортсмена иметь как дмитрий писарь который очень профессионально относится к своей деятельности спортивная исполнительный трудолюбивый боец проявляет характер в любой ситуации не сдается он меня реально за это время что если на команде у меня научил очень много моток и заминки и разминки и по фп у фортуны задачи всегда максимально стать чемпионом стороны но и соответственно всегда повышает рамки европейских кубках в кубке и титул вот эта норма как бы и задача сейчас не изменилась мы продолжаем играть и титул первый второй круг мы прошли групповой в испании заняли первое место и следующий матч у нас в сетке уже это 1 16 к мы играем против команды которые уже всем известны уже не первый раз принимает фортуна их это словацкая команда выдраны там будет играть те же почти тот же состав только они усилились первым номером словаком и ширада 2 ноября мы играем на выезде в них и 8 мы играем домашний матч в чернигове несмотря на то что над репутацией рейтинга сейчас работает но рейтинг пока что не набрал тот вес который он не является критерием отбора нас в сборную по сути вот зачем рейтинг все равно на чемпионате украины посеет по мировому рейтингу следовательно зачем украинский рейтинг да вот у меня был рейтинг 96 и 4 эту цифру запомнил сейчас у меня примерно на десяток меньше но первая позиция которая имеет сейчас виктор ефимов по моему 92 или 93 но когда у меня было 96 и 4 у саши гидуха и укулея было точно за 100 может 110 там на данный момент я чувствую что как бы я не резать не реализовал свой потенциал в сборную попасть на самом деле не так просто понятно что возможно я их частично где-то нет не показываю как бы необходимый результат но если брать и брать глобально то никто не показывает тот результат который соответствовал бы критериям нашего тренера нет у меня рыбалки или какое-то вязание таким я не занимаюсь последние там 34 года я точно до 4 года я занимался популяризация настольного тенниса в украине в целом но и мы продвигались там мастер-классы сборы с денисом калачевским и последние годы подключился к нам кирилл самокеш вот такая у нас образовалась команда она называется калачевская команда калачевский писарь но не я же повторю что есть и колы и кирилл самокеш я могу сказать что если кому-то интересно из любителей настольного тенниса улучшить свою игру то они могут с уверенностью обращаться к дмитрию писарю это я вам гарантирую стартовал такой проект от федерации это они занимают сделали акцент на популяризации настольного тенниса я презентовал с командой план развития вот исполком это утвердил и мы сейчас этим занимаемся когда ты горячий ты быстрее входишь тренировочный процесс или в матч вот ну и соответственно это как бы с первое основной почему способ почему это уделяю разминки внимание это анти травматизм потому что с каждым годом вероятность травмы возрастает как бы я не молодею я все-таки вот мышцы становятся не такие эластичные поэтому мне важно держать тело в тонусе настольном теннисе украины не развивает индивидуальность все как так по шаблону развивает одинаково все пытаются поставить одинаковую технику что я считаю неправильно во-первых теряется вариативность это раз плюс теряется индивидуальность как у каждого свои антропометрические данных кто-то выше кто-то ниже соответственно нужно этим брать у кого кто-то играет слева так кто-то слева так кто-то справа так другой играет одной накладкой 3 другой работа над подачами чего как бы у нас уже не уделяет прием что важно не стандартная играю там по прямым косы мы тоже это мало отрабатываем я имею в целом украинцы поэтому этого не хватает в этом направлении мне кажется нужно развиваться конечно я являюсь там на кратным чемпионом украины призером да но это все в парах в командах несмотря на то что я сам принимаю участие в этих разрядах я даю очки да но мне хочется реализовать себя в личном разряде чего как бы я за десяток лет так и не попал в первую четверку на чемпионате украины из десяти лет я семь или восемь раз играл за выход 4 сколе целом настольный теннис он непредсказуемо да сегодня ты играешь завтрите травмы ты уже не играешь поэтому тем более это уже за 30 лет начинается возраст нужно как бы подготовить чтобы не было для себя самого шоком что ты закончил и чем тебе дальше заниматься записался на один семинар в конце месяца он будет там идти полтора месяца это конечно будет не будет пересекаться с тренировочным процессом без федерации это только будет дополнять до прячет деятельность федерации это курсы по project менеджмента с удовольствием готов создать семью и если у меня девушка есть это анна коваленко она как относится к твоему увлечению настольным теннисом смотри так как она спортсменка она относится к этому с пониманием и это взаимной я понимаю ее график она понимает мой график активно участвуют родители они в поддержке волнуются за меня поэтому они вместе со мной эти более 20 лет пережили этот настольный теннис можно сказать что вся семья в теме настольного тенниса юра сидорка ахахахахаха теннерджи есть наверное ношат аламиан иранец двух людей можно назвать никита рубан и евгений прищепа ну в данный момент черниговский химик юбки покороченные работоспособность любовь к делу и работоспособность архитектуры атлант расплавил плечи айн рэнд может испания это может обнаженную женщину не умею расслабляться назову сегодняшний омлет чай с имбирем и бутерброд один сыром с маслом и один с ореховым маслом с ореховой пастой не реализовать себя слушай знаешь на кого говорили в германии на жерар пике надеюсь это неправда с последующим числом после 14 ищет удары день рождения не теннисистов 11 октября сотый турнир отыграл игорь тридух он стал первым среди всех участников сетка кап кто покорил этот рубеж а петр келякин стал первым кто провел 500 матчей на наших турнирах среди победителей начала октября отметим 19-летнего алексея гремовского из умани он четырежды выигрывал турниры а еще дважды становился вторым всего же алексей сыграл на сетка кап 23 турнира и большую часть из них 12 выиграл трижды становился первым в октябре роман желобак а в сентябре на его счету было еще пять побед среди трех братьев желобаков у романа лучший показатель и по рейтингу 55 баллов и по количеству титулов 15 а вот процентный показатель победных матчей на турнирах сетка кап у братьев примерно одинаковый у романа 59 процентов у владимира и михаила 58 кстати 4 октября в матче романа желобака и тениса вакулинга было разыграно целых 122 очка скорее всего это рекорд сетка кап как вы думаете как сыграет на турнире игрок который проиграл в стартовом поединке первые два сета со счетом 2 11 и 1 11 а именно так начался турнир 9 октября для андрея подоляна в итоге же он выиграл не только этот матч у сергея яценко но и все последующие поединки стал победителем турнира ну и в заключение нашего блока новостей посмотрите на упорство ван наня и михаила желобака которые 9 октября играя подрезками сделали более 170 ударов по мячу в одном розыгрыше а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо, что были с нами. Новая встреча ровно через 10 дней. Желаю всем красивой игры и хороших результатов. Играйте в настольный теннис.